Саратов побил рекорды. По официальным данным, 9 мая на Соколовой горе побывали 300 тысяч человек. Это каждый третий саратовец. Именно здесь развернулись основные торжества, посвященные юбилею Победы. По давно сложившейся традиции в Парке Победы прошел праздничный митинг, который собрал под своими знаменами тысячи саратовцев. После возложения цветов торжественно открыли и долгожданный музей трудовой славы. Подробности празднования юбилея в нашем следующем сюжете. На Воскресенском кладбище вспоминают тех, кто не вернулся с войны. По традиции возлагают цветы к мемориалу защитникам Отечества. Дань памяти погибшим воинам отдают глава Саратова Олег Грищенко и областные власти. С позитивным настроем уже после возложения цветов они перемещаются в Парк Победы. Здесь под знаменами на торжественный митинг собираются тысячи саратовцев. Ветеран войны Измаил Тимир Булатов первый день Победы встретил на воде. Он, 15-летний мальчишка, тогда служил на корабле. В бинокль смотрим, народ берут, машут руками. Чего такое? Давай повернули к пристани. И нам объявляют. Война окончилась. Такую радость. Неощутимые радости. Все тут заплясали на суде, вся команда. Сегодня, как и 70 лет назад, на лицах ветеранов улыбки и слезы радости. Все поздравления и пожелания в День Победы только для них. Каждый второй саратовец измерил собственную жизнью цену Победы. Плиты с именами наших земляков установлены на мемориальных комплексах Волгограда, Санкт-Петербурга, Курска, Таллина, Ленинграда, Берлина, Большей Венгрии, Болгарии и Астрии. Отдают дань памяти каждому солдату страшной войны в этот день тысячи саратовцев. Защитников страны вспоминают участники марша «Вечно живых». Эту акцию подготовили сотрудники телеканала «Саратов-24». С портретами тех, кто сражался на фронтах Второй мировой, участники шествия стартуют с московской. Конечная точка маршрута – Парк Победы. Эта акция получила такой размах сама по себе. Мы просто заявили людям о том, что мы хотим это организовать. И очень много отзывчивых горожан решили принять участие в этом марше. Мы прошли одной единой колонной, высоко над головами, держа портреты тех людей, которым мы благодарны за победу. Еще раз вспомнили имена, посмотрели в лица, грубо говоря, тем людям, которым мы благодарны за победу, и почтили их память. У Юлии Горбачевой на фронт ушли оба деда. Сегодня вместе с дочерью она вспоминает о них и об их подвиге. Оба дедушки воевали. Папин отец дожил до 85 лет. Он был политруком. А Папин отец погиб в танке. Он был командир танковой дивизии. Погиб во время операции «Багратион» под Белоруссией. Акция наших коллег объединила несколько сотен человек. Они не только вспомнили о погибших на полях сражений родственниках, но и напомнили остальным. В каждой семье есть свой герой, о котором нельзя забывать. Я о нем никогда не забывала и всегда помню. Память о нем, вернее, уйдет, когда меня уже не будет. Но у меня есть дочь. Я постараюсь настроить ее. К юбилею в Саратове сделали то, во что многие не верили. Построить за год полноценный музей трудовой славы еще в прошлый день победы казалось невыполнимой задачей. Но как опровержение всего возвышается новое здание, в котором свое почетное место уже заняли первые экспонаты. 9 мая музей трудовой славы официально принимает первых посетителей.